Девушки отдыхают Смак на первом канале, с этого вольного изложения стихотворения Сергея Есенина Мы начинаем сегодняшний смак, у нас в гостях сегодня Один из самых остроумных, веселых и радующих всех нас, людей мира Владимир Винокур, доброе утро, Владимир Винокур, здравствуйте Спасибо за правду Я к вам с лукой и чесноком Ну, конечно, потому что больше ничего у вас нет Но, в принципе, я согласен, что будем делать с ним? Владимир Винокур, мы хотели пригласить вас У нас есть две цели Одна цель корыстная А именно, с вашей помощью, приготовить какое-то блюдо Которое позволит нашим телезрителям поесть с утра Ведь многие не начинают свой день и трапезу без нашей программы Субботу утром Я сам, видите, все время не начинаю Да-да Ну, а вторая цель, она уже некорыстная Это, конечно, увидеть вас Посмотреть на вас Послушать вас Посмеяться Спасибо Ну, смейтесь Владимир Владимирович, что мы будем готовить сегодня? Я хотел бы приготовить курицу, потому что я знаю, что многие любят курицу Потому что, действительно, это блюдо все национальное Мне же конфессионально Да Все любят курицу Давайте мы попробуем приготовить курицу Но рецепт важен Ведь курицу В некоторые страны курицу запекают В некоторые народы курицу варят Кто-то ест курицу сырой Некоторые даже пытаются съесть ее живой Да, особенно петух Я хотел бы сделать такой гуляш из курицы Честно говоря, я советовался с главным человеком по этой части Эксперт У меня была и есть мама Она молодая девушка, ей 88 лет Давайте поаплодируем Поздравим маму Мама дала рецепт Давайте начнем Начнем с курицы Начнем мы с курицы, поскольку курица у нас находится Да можно ее не вынимать, а можно так рассказать Вот она, посмотрите Ну что, хорошая курица Это еще не курица, мой доченький Нет, я же вижу, там же Вот она, вот она, голубушка Значит, смотри Вот она же курочка Все с ней в порядке Курица нынче продается Крутические Ну вот некоторые вещи я бы отрезал То есть тогда у нас будет как бы Значит, разделываем курицу Вы разделываете или я? Нет, ты Потому что я, честно говоря, работаю по подсказке Ну, значит, пополам сначала Потом, значит, обязательно я думаю осторожно И, наверное, нужно ножки отдельно, да? Ножки, я бы сказал, даже, наверное, и крылышки я бы сделал отдельно Грудку, да? Да, сейчас мы все сделаем Так, сейчас попробуем вот эту часть Че, 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 че Давай я Вы? Да ты пока расскажешь Давайте А вот я хотел, я хотел узнать Вы... Ну, посмотрите, как вы это сделали Ну, посмотрите, как элегантно вы это сделали Поаплодируйте, пожалуйста Аплодируйте на курицу Будьте любезны А можно еще вот здесь? Так Пожалуйста Вот Все, я думаю Более мелкие, мне кажется, детали Мне казалось, вот это надо отрезать Да, вот это тоже, да Все Спрашивайте, отвечаем Вот Я хотел Я хотел у вас начать вот что, Владимир Да, пожалуйста А когда Ну, скажем так Во времена Непа Во времена Непа Это я обычно... Это нормально, извини Все, идеально Я думаю, что вот так, смотри Все, вот у нас получилась У нас получилась курочка Вот она вся Значит, мы ее должны сейчас обжарить Да Как мама рекомендовала нам это сделать? Она рекомендовала обжарить и... А, так ее надо помазать еще мукой Я хотел у вас узнать Да А у вас были свои вот продукты? Когда с продуктами перебой были в стране У вас были свои, знаете, вот у меня свои мясники Свои какие-то ребята, которые подъезжали там В магазине ничего не было И там звонишь и говоришь Были такие? Есть такие? Было Ну, вот, значит, мы уже были известными людьми С Львом Валерьяновичем Конечно Лещенко И у нас около нашего Росконцерта Был стол заказов Тогда знаменитый написан был Стол заказов Ну, не все в них входили, в эти столы заказов Да, естественно Ну, и мы, значит, общались с этими девушками Ну, что греха таить В общем-то, время такое было Не все было в магазинах Из-за чего? Знаете, на самом деле, про вещи свои имена Не было ничего в магазине Не было, да Да и магазина было не было Да, из-за чего мы ходили? Вот это вот курица Вот, там, допустим, баночка красные икры Или черные, дай бог И... Ну, это уж совсем Крабы от банка Крабы Да, да Все И эти девушки с такими прическами Тогда вот, ну, халы такие носили Да Вот, короче говоря Ну, что, как мы могли их отблагодарить? Ну, сверх цены они не брали Потому что, ну, что с артистов было взять? В то время не было корпоративов Вот И Басков не работал Не было корпоративов и Баскова? Да Короче говоря Короче говоря, так получилось, что Мы их приглашали на концерт И у нас всегда люди не понимали Почему в первом ряду сидят девушки И мешают смотреть остальным Вот Но самый смешной случай был Мы с Левой вспоминаем Что нас прикрепили в один тоже закрытый магазин Он находился в этом доме на набережной Знаете, театр эстрады Дом на набережной, конечно Да И мы входим с Левом Валерьяновичем туда Вот, можно чистить это? А, да, кстати Я сейчас дам Маленьким, давай Маленьким, давайте вот таким О, да Прекрасно Короче говоря, мы входим с Левом Валерьяновичем Нас, конечно, ждут девушки с халами Вот И они А сидит вот так полумрак А в стороне сидит человек Ждет, видно, тоже Ну, такого плана, как мы Вот Блатное И они говорят О, Вовчик, Левчик пришли Там кинулись Я им анекдоты там про это делаю А, ну, что будете? Ну, фраерский набор один был Курица, игра, крабы и селедки кусок хорош Вот И они говорят туда в темноту Слав, подождешь? И мы смотрим А там сидит Царство Небесное Слава Тихонов Да уже после Штирлица Он говорит Ничего, ничего Он говорит, девочка Занимайтесь артистами Мы к нему Вот так вот Мы к нему кинулись Там И обнимались И все И как-то себя чувствовали Неуютно А внутри, наверное А, кстати, сидит Тихонов Внутри, наверное, такой У всех голос Капеляна Штирлиц ждал икру Так и было Вот Ну, в общем-то, благополучно И он это варился И мы Он знал Просто я говорю Уровень нам просто Ну, неудобно Там просто лесят Винокур А еще и Тихонов ждал И все сидели Все ждали Все ждали, да Ну, ладно Но дело не в этом С добрым утром, товарищи Расстаньте ногу Он на ширине Начинаем утренную гимнастику Я услышал от вас Что помимо соли и перца Которым я уже снабдил Нашу курицу Да Мы должны еще муки добавить, да? Муки, да Обмазать мукой Ну, так просто обвалять ее в муке Обвалять в муке На самом деле муку можно добавить А потом мы пожарим лучок там Когда Когда курица досок Курица чуть-чуть досок Сейчас Мы ее вытащим Знаете что? Мы сейчас прямо Секундочку Я прямо вот так вот С вашего позволения Никто, я думаю, что не будет против Вот прямо вот так Нет, мамка, она увидит Понятно, что я сказал Что обвалять Все Вот так вот Она же будет смотреть Как я Я же сказал Я расскажу Ване Слушайте, мама После вашего появления На экранах Продолжает вам, я не знаю Комментировать, звонит Что-то говорит Правда? Да, да Там был у меня главный режиссер Отец Он ушел из жизни И вот Мама перехватила это знамя Она как бы Обсуждает После моего выхода в эфир Она всегда мне звонит Или приглашает На разборки к себе Я прихожу к ней Завтракать Вот, я живу рядом Ну, потому что Не секрет, что Мы дети до тех пор Пока, значит Живы наши родители Вот я к ней прихожу Утро Утро, значит Она мне говорит Вот Кушай, сынок Это все диетическое Я говорю Мам, мне нельзя Я толстый С утра мясо Разве можно? Она говорит Ты днем не будешь обедать Я знаю А вечером у тебя концерт Тебе лучше промежуток сделать большой Потому что тот костюм Который ты надеваешь Он немножко маловато А если ты не поешь полдня В общем Рассчитала все Да, рассчитала Ну и короче Сынок Вчера я тебе звонила вечером Почему тебя не было дома? Я говорю Мам, ничего, что мне 60 Да Ну Я не звонила Тамаре Женя Ну как бы не сдавала Но ты же не был дома Я говорю Мам, я тебе честно скажу Я был на концерте Ага, да Это уложение Это разрешается Ну и как вам понятно Она, конечно Кулинарный человек Потому что вот мама Если бы она вот здесь стояла Она С детства мы знаем Что самые такие Столы были феноменальные Это у нас дома И всегда мама Моих товарищей принимала И себя в армии служила У меня Все приходили солдаты Ко мне Студентом я был Все из Гитиса Приходили кушать В театре я работал В Эперете Приезжали на гастроли Все у мамы кушали И все знали Что вот Харомные блюда Какие? Владимир Натальевич Вот ваша любимая Если сладкие Это видно Наполеон Сумасшедший Сумасшедший Это мы не сможем сегодня сделать Сметаник Да Потом Самое трудное блюдо Это фаршированная рыба Потому что Это ювелирная работа Там нужно Ну да Ну сам понимаешь Все таки много лет В этом деле Вот Но брат у меня В отличие от меня Борис Мой брат Он готовит феноменально Потому что С детского возраста Вот он Смотрел как бабушка Это делал Как мама Я тупее оказался И кроме яичницы Я ничего не делал Сегодня у меня Просто такой Знаковый день Что сегодня Произойдет Если с твоей помощью Я сделаю курицу И вся страна заговорит Да Страна безусловно Мы берем Правильно я понимаю Что мы сейчас должны Курицу обжарить Да Сейчас нагревается у нас Как ты сам живешь Ну что Владимир Анатольевич Вы знаете Спасибо Я бы сказал так Вашими молитвами Спасибо А какая твоя любимая передача На первом канале На первом канале Владимир Анатольевич Программа Время Видишь как совпало Моя тоже Да Вот видите Такой Как зацепился разговор Завязался Да пошел Как дома Как жена Как дети Все хорошо Валер Анатольевич Вы знаете Спасибо Все Все у нас Простите Я пока курицу Вот заложил Пожалуйста Заложил курицу Лука достаточно Я думаю Что лука А как Мама Много лука добавляет Ну она добавляет Лук И Еще Сельдерей Да Прямо сейчас тоже добавляем Нет Мы сейчас добавим только лук Мы добавим только лук Хорошо Так Владимир Анатольевич На секунду вас оставлю Следите пожалуйста За курицей Ты обещал Я вас прошу Владимир Анатольевич Секунду друзья У нас короткая пауза На рекламу После которой мы вернемся И вы знаете что Меренги В переводе с венгерского Означает Посмотрим-ка ребята У кого из вас бицепсы больше Из-за леса Из-за гор Показал мужик топор И не просто показал Он к нему сало привязал Ян Флейминг Из России с любовью Дорогие друзья Смак на первом канале У нас в гостях сегодня Владимир Иннокур И мы готовим Гуля Куриный Куриный гуляш По рецепту мамы Владимира Анатольевича Да Значит Вот смотрите Владимир Анатольевич Хорошо Курица у нас дала сок Раз Обжарилась Два Покрылась такой хрустящей корочкой Три Но это еще не финал Это еще не финал Мы сейчас еще чуть-чуть Ее обжарим Так Знаете что Я пока Водичке Нужен кипяток И вот Пока Иван наливает воду Так Кипяток Я хотел бы сказать Что мне очень приятно Что программа Смак Такие чайники Дарят участникам Программу Это приятно Поэтому я благодарю за подарок И в принципе Да Складываем Все вы думаете Да Ну все Мы же потом Это ладно Все Давайте Так Аккуратно Раз Владимир Анатольевич Вы Вот смотрите У нас Я сразу прибавляю Огонь Чтобы лук Лук Да И мы сейчас будем туда засыпать лучок Так курочка Значит вот здесь уже Шикарно Ой Даже сейчас можно есть Но мы не будем Потому что у нас же еще Нет На самом деле Курец конечно внутри Сыроватый Так Ой 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 Так И вот этот лучок Да Мы должны До золотистой корочки Да Тоже Хорошенечко обжарить Пока у нас закипает вода Потому что в принципе После того как закипит вода Мы Мы заливаем курицу водой Ну мы сначала Обжариваем лук Да Потом мы выкладываем Да Обратно курицу Это в смысле мудрое Мамино замечание Да Сделать так Чтобы лучок-то обжарился Не просто в масле А в курином Курином Так сказать соке Даже несколько Жирок Да там же какой жирок Где ее жирок Да Молодая спортсмен Да Это из тех Кого не взяли на олимпиаду Качок Курица качок Да Так первоначально Называли Дениса Клявера Из группы «Чай вдвоем» Я с его отцом работал У меня в театре работал Илья Олеников Илюша, да И действительно Много лет У них был хороший номер С Романом Казаковым Ты помнишь Рома Былыч Да Вопрос конечно Вопрос конечно Интересный Надо сказать Помнишь Да 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 Олимпиады И показывали Ну вопрос конечно Интересный Ну вопрос конечно Интересный Потом Рома Со мной еще работал Склероз на двоих Помнишь Доктор у меня Это кукольный театр Да 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 А вот смотрите Владимир Владимирович А вот есть такие моменты В театре Например я не знаю Вы отмечаете Начало сезона Или сезона По большому счету Не существует Обязательно Или окончание сезона Все дни рождения Отмечаем То ли в поездке То ли обязательно Вот готовим Прямо в театре Там у нас Ребята Или приносят с собой Но есть все Для того чтобы накрыть стол Обязательно У вас такого нету Что вот у Владимира Ведокура У него вот огромные Апартаменты И он К труппе выходит Только на сцене И все А потом Не 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 Мы все время вместе Репетируем У нас же много Кроме пародии На конкретных исполнителей У нас есть пародии На жанры У нас есть музыкальные номера Большие И я Не только солирую Но и выступаю в массе И ребятам даю Владимир Анатольевич Насолируйте у нас Аккуратно Разложите курочку Поверх лучка Прошу вас Прошу Вот Так Вот Да-да-да-да-да-да Вот Ну и насчет поездок Вот эти вот большие поездки Они как бы Это экзамен Для молодых артистов Потому что Ну наши люди Которые находятся Далеко за рубежом Там Они очень тепло Принимают Наши программы Наверное А как вообще Тепло реагируют же Люди которые уехали Десять Двадцать лет назад Очень тепло А кстати Я вот сейчас Ой Давайте мы сейчас Зальем Вода у нас А попробую Тепло Или Знаете Я После одного случая В детстве Перестану пальцем Пробовать Кипит вода Или нет Да Один раз Было написано На бутылке Крем-соду У отца Сделать поменьше Скажи Не мало Огонька Огонька нет А потому что Мы сейчас Зальем водой Накроем крышкой И она будет Как раз Уже будет тушиться Все Посмотрите что происходит Мачестая Все А ну-ка Хороший чайник Стаканчик да Воды Сколько Да Я думаю Что по полкурицы Зальем Вот мы заливаем И все И накрываем Вот Так Да Вот Можешь посолить Чуть-чуть Нет Солить Мы кстати Посолить можем Потому что Если нам не хватит Но я думаю Что это мы можем Вот так А самое главное Что мы можем Добавить Красного перца Да А можно Сверху Вот так Вот прямо сейчас Мы так и сделаем Сколько Владимир Анатольевич Мама говорила Одну ложечку Да Чайную Чайную ложечку Одна Чайная ложка Красного перца Вот так вот Мы это все Накрываем Шикарно Вот так вот Все делаем Вот Сейчас Сейчас Да Вот Вот Прошу вас Накрывайте Друзья Прошу вас Как-то поаплодировать Как у нас Все это Произошло Так Теперь я предлагаю Сделать Выпить Чего-нибудь Да Я предлагаю Сделать Я бы назвал Это таким Витаминным Перерывом А Пожалуйста Кстати говоря Да Вы Здоровый образ жизни Каким-то образом Да Кроме того, что пьете Крем-соду Яйца Сок пью Морковный А давайте морковный Надо отрезать А Очистить же надо Нет Или это уже Чищено Чего она такая В ней же самое Смотрите Здесь полторы тысячи ватт Бор Это один из самых мощных Соковыжимателей Ну что Смотрите Ну с какой скоростью Посмотрите 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 Что происходит Владимир Натальевич Давай Что происходит Владимир Натальевич У нас просто какой-то Конвейер Да Стахановцы Раньше так работали Подождите Сейчас Так Ну Прямо Да вот так И Последнее Ай Все Аблодисменты Я стряхнул С вашего поза Да Я прошел Я не ожидал Что это будет так быстро Давайте сначала Смотрите Как вы Вот Это очень Знаете ли Это очень здорово Вы следите Частотой Конечно Вы Вообще Вы Аккуратист У вас идеальный порядок В кабинете Дом Вот так У меня лежит Все Я знаю С правой стороны Вот это Я всегда узнаю Когда жена с дачи Приезжает Я говорю Ты была в моем кабинете А вот Моя жена Она работает В смысле сейчас На пенсии Она работает В смысле Занимается чем Она Как Она говорит Обслуживает звезд У меня дочка В большом театре Это мы знаем Давайте-ка поаплодирую Вадиля Я не могу об этом говорить Потому что Она Я ею горжусь Потому что Знаешь Она могла бы успокоиться С таким папой И с мамой вместе Но Она Да Она вкалывает Она что-то экспериментирует Экспериментирует В воздухе Я видел Эти номера И в общем Много Угощается Прежде чем угоститься Самому Угощу вас Вот это чудо Вот с утра Выпить Вот этот сок Понимаешь Ванька молодец Он такую Программу Утро Заряжает Понимаешь Чудо 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 Потому что Вот объясните мне Почему так смешно А потому что Много лет мы общаемся Мне кажется Ультразвуки Вы какие-то уже Пародируете Это Я не могу сказать Это Клеточном уровне Ты можешь даже спеть Вот так вот сделаешь И спали А носится налей Ну вот все Руку Здорово Изумительность Какой Галкин Вот И кстати говоря О Льве Валериан Вот Я хочу сказать Что Пока вы говорите Про львовую речку Я достану сливки Да Потому что Кстати говоря Да Разные варианты Сливок Вот слева 11% Вам чуть-чуть Вам чуть-чуть Вам чуть-чуть А все да Мне вот так достаточно Спасибо Владимир Позвольте поднять Бакал Этого Этого Будораживающего Организм Спасибо Напитка За ваше здоровье За ваш Неиссякаемый юмор И за ваши Кулинарные успехи Которые уже подходят Это мама Давайте друзья Давайте друзья Спасибо Анна Юльна Молодец Я В общем-то Счастлив Что Ты подарил нам Такую курицу Вот Живи долго Да За маму С первого января Отметили 88 лет И она на всех удивила Лева Там Наташа Королева Мы все там Артисты Ну и ее подружки Там тоже молодежь Такая Вот И она вышла Средние вечера И сказала Я спою С вашего позволения А был Левка Аганезов Ну мы все пели Все Вдруг Она говорит Леве Платочек Шульженко Он говорит Тональность Она говорит Любая И начинает петь Значит Спела И говорит Что-то я не очень себя чувствовал Говорит У меня сегодня голос Как от джугурды И спела И спела Когда простым И нежным взором Ну это феноменально Вот это дух Вот это люди Это поколение особое Вот я с утра Правда не со спиртным Но вам кланяю всем Маман В твоем В твоем лице Давайте Ступи мне голос Как от джугурды Это знаменитая фраза Высоцкого Да Так Друзья О Прямо витаминный удар Владимир Натальевич Знаете что Я с вашего позволения Поставлю-ка я воду для риса Да и правильно Чтобы Знаете Одной курицу Пора уже Пора уже Мне кажется Все Лучше воду с фильтром наливать Потому что вода Даже прокибяченная Она не такая чистая Как с фильтром В аквафоре Друзья Значит Могу ли я подвести некий итог Вот промежуточный итог Нашего кулинарного заседания Утреннего У нас Тушится Куриный гуляш Да По рецепту Мамы Владимира Инакура Анны Юльны Анны Юльны У нас В бокалах Плещется Пенится морковный сок Пенится морковный сок Друзья Да Я поставил воду Для того чтобы мы В этой воде Приготовили рис А сейчас На секунду вас Владимир Натальевич Вот в таком Приподнятом витаминном Расположении Покину У нас Еще одна реклама На первом канале После которой мы вернемся И вы знаете Что карпаччо В переводе с молдавского Означает Дедушка опять в горах заблудился Таповая Мир твоих возможностей Зря ты Люся с этим французом Связалась Старый Пляшивый Еще не пьющий Все выпивают А он сидит Майц Умберто Эко Майц Не к фуку Дорогие друзья С Майц Или два 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 Ну два ребята Так два Да И варится Кстати Я не читал 15 минут Ровно 15 минут Да Вот прямо раз И пошли 15 минут 15 минут На медленном огне Что особенно важно Так Заглянем Да Посмотрим что там у нас О Что скажете Шикарно Мама спасибо Ингаляция Да Нет шикарно Вот понюхай Даже хочется В общем-то Я вам хочу сказать Что прямо Прямо так В общем-то Я предлагаю Знаете что делать Владимир Натальевич Да Сократить время Друзья Сейчас волшебный момент Сжатия временных границ Да Раз Два Три Смотрите Рис Длиннозерный Слушайте А вот сюда Владимир Натальевич Да Посмотрите Вот она Анна Юрьевна Вот Вот что Ожидало нас Поклонников Ну посмотрите Мы можем вот это Вылить на рис Мы можем это В тарелочке Знаете Я вам знаете Что хочу сказать Получилось даже Я бы все-таки Назвал это Жаркое Получилось жаркое Такое вот Владимир Натальевич Прошу вас Выбирайте Какую часть Да неудобно Да неудобно Да неудобно Значит ножку Да Спасибо Прошу вас Это блатное дело Не откажусь Себе в удовольствие Не откажу И самостоятельно И самостоятельно Ножечку Так сказать Теперь смотрите Теперь можно Положить Прямо вот этой ложечки Так сказать Шикарно Вот так вот Чуть-чуть Достаточно Я думаю Да Это же длинный рис Это длинный Да У этого риса Длинные зерна Да Теперь смотрите Можно что сделать Я вот Спасибо Посмотрите Безысканно Да Ваня Тут просто я Вот этот лучок Лучок Который Который Оп Да А теперь Знаете что Да Зелень Смотрите Какой у нас Нет Душистый Зеленый лучок Знаете что Секундочку Прямо Прямо Нет Прямо вот Одна Секундочку Он уже вручную Ну вручную Ну хорошо А я вручную Я вручную Хорошо А кто быстрее Я быстрее Ну я уже Что бы я ни делал Вы все равно быстрее Молодец Ну смотрите Какой Такой У вас как будто Вы сейчас Костерчик Будете разжигать Ну что Владимир Давайте-ка Отведаем Анна Юрьевна Кстати Кстати Мятки Я вот чувствую Знаете Какая курочка у нас Ммм Маман Молодец Молодец Шикарно И действительно Бывают счастья в жизни Ну так Кури Немножко съесть с рисом Шикарно Ну длиннозерным Да А вот кусочек Видел Это же Ммм Какой Ммм А я прям Вот смотрите Раз И вот Сейчас секунду И вот Оп Ммм Как же здорово Знаешь Вот когда Лучок длинный Лучше Да Угу Ну Длинный лук Друзья Да Это залог победы Знаменитая фраза Робин Гуда Да Да У кого длиннее Он говорит У кого лук длиннее Да Это уже из Чаполина Когда он разговаривал с королем Да Вот я еще съем Потому что Потом я знаю Выключат камеру Скажут Отойдите Отойдите Дорогой Владимир Натанович И тем не менее Я Оторву вас на одну секунду Я думал Оторву вас кусочек курицы Нет Оторву вас на секунду От трапезы Поскольку прямо сейчас Милый и уважаемый Владимир Натанович Мы не можем Просто так Вашу семью Оставить без Подарка Спасибо Мы хотели бы вам подарить Несколько Иное Причем В большом количестве Итак От нашего спонсора Корзина Цейлонского ароматного Чая Акбар Чай Акбар Неиссякаемый источник бодрости Энергии Хорошего настроения Спасибо Это Для души Теперь От нашего спонсора Всемирно известного Производителя посуды Премиум класса Компании Тапова Набор контейнеров Акваконтроль Радость жизни И сковорода От шефа Из премьер каталога Инновационное изделие Таповар Это стиль и качество Вашей кухни Спасибо Друзья Это рецепт Который мы вместе с вами Приготовили И попробовали И все это вкусно Друзья У нас в гостях Сегодня был Владимир Винокур Смотрите нас дальше И узнаете В следующей программе Что сатэ В переводе с чешского Означает Старик перезвони Я на роуминге Редактор субтитров А.Семкин